Всем привет! Мехарена уже не первый год покоряет сердца тысяч геймеров, но как правильно влиться в нее новичку, чтобы со старта понимать все механики? В этом ролике я проведу вас путем новичка. Покажу основы игры, как доминировать в боях, лучшее оружие для новичков и все, что нужно знать всем игрокам, кто хочет начать игру в мехарену. Начнем! Мехарена довольно самобытный проект, в котором динамика боя зависит от самого игрока и его стиля боя. Можно половину игры простоять в одном краю карты или можно всегда лоб в лоб сражаться с врагами за точки захвата. Новичку будет мало что понятно в этом всем и для них мы подготовили отличный набор, который поможет не просто освоиться в игре, а буквально начать доминировать и понять для себя какой геймплей больше понравится. Каждый, кто зарегистрируется по ссылке в описании, получит лучший набор на данный момент. Первое это эпический пилот нова. Также, что важно, эпическую ракетницу миссл рак 6, две штуки и много ресурсов для прокачки и развития. 300 акоинов, 10 тысяч кредитов, 500 марок пилота и 5000 частей имплантов. Ракетница миссайл рак это не какая-то там посредственная пушка, это мета на данный момент. При выстреле выпускает залп ракет, которая наносит огромное количество урона по площади, а если стрелять в бок или в спину, то можно нанести двойной урон. Пилот нова будет увеличивать урон от этого оружия вплоть до 47% благодаря специализации на РПГ, а набор ресурсов позволит что-то купить или развить на старте. В бою с набором по ссылке в описании вам просто не будет равных. Одев это все на самого дешевого меха, можно смело врываться в толпу противников и разносить всех на своем пути благодаря урону по площади миссайл рак. Козырь набора в том, что на маленьких картах вам просто не будет равных из-за высокого урона, так как урон кассеты плюс усиление урона от пилота это просто имба. Любой мех против вас не устоит, даже танки с огромным количеством здоровья и щитами. Получить бонус можно с любого устройства ПК или смартфона. На ПК открывается форма регистрации, где нужно создать аккаунт и скачать игру на ПК. Со смартфоном процесс проще. Переходите по ссылке, на официальной странице где показаны бонусы нажимаете единственную кнопку и затем попадаете в App Store или Google Play, где просто нужно скачать игру и зайти в нее. Помимо этого вам будет доступен еще один офигенный бонус. После регистрации заходите 7 дней подряд в игру, чтобы получить эпического пилота Канта, а также массу ресурсов. Как только вы вошли впервые в игру, нужно пройти обучение. Самая первая обучающая комната нужна, чтобы показать 3 основные механики. Это перемещение, захват базы и стрельба по противнику. Дальше больше, так как это просто минимальная информация, которую нужно знать. По обучению нужно всего лишь пройти еще несколько тестовых боев и после полного курса обучения вы получите все бонусы. А теперь пройдемся по основам игры. Мехи. Каждый мех это платформа. Мало просто взять меха без оружия, он почти ничего не сделает. Это не просто красивые текстурки, а отдельная платформа для развития и расширения. Каждый мех имеет объем энергии, уникальную способность и набор характеристик. Мехи делятся на 4 основных класса. Штурмовики, разведчики, танки, поддержка. Если любому из них одеть одно и то же оружие, они будут наносить одинаковый урон. Но если грамотно учитывать особенность и способности меха, можно получить неимоверную имбу. Атака. Мехи этого класса имеют способности, которые помогают им в штурме противника и нападении. Зачастую у всех представителей средняя броня и здоровье. Разведка. Легкие, быстрые, маневренные машины, которые уходят от урона и представляют опасность, особенно если играть от способностей. Есть мехи с навыком стелса, прыжком, рывком, который наносит урон при столкновении и комбинированные. Защита. Танки своего рода. Имеют в качестве способности щиты, которые защищают не только вашего меха, но и окружающих. Самые толстые в плане хп, но не мобильные. Мехи одного направления. Поддержка. Мехи второй и третьей линии фронта. Они вредят противникам своими минами и метками слабости. Полезный и самый сложный тип мехов с небольшим количеством здоровья. Кстати, к вопросу, как хилить в игре. Для этого в игре есть единственный мех МД, только он может хилить других мехов. Чтобы получить больше характеристик и стать сильнее, нужно улучшать мехов. Улучшение уровня мехов увеличивает количество здоровья меха. Всем уровней мы просто увеличиваем характеристики. А после седьмого уровня можно повысить ранг меха. Повышение ранга дает плюс одну звезду меху и значительно увеличивает характеристики. Количество энергии и силу способности. Повышение уровня происходит за кредиты, ранга за акоины. Оружие улучшается аналогично за кредиты и чертежи, только вместо здоровья вы повышаете урон и дополнительный параметр. Зависит от оружия. Ну и поскольку уже заговорили про оружие, поговорим о нем. В игре представлено огромное количество вооружения и этот список каждый сезон дополняется. Оружие разное по принципу действия, характеристиками и конечно же внешне. У каждого оружия есть две особенности. Классовое и видовое. Штурмовое оружие это самое простое в обращении для тех, кто не любит заморачиваться и просто идет вперед стреляя. Скорострельные пушки с большим запасом патронов, но малым уроном. Реактивное вооружение. Особенность, что каждый снаряд имеет эффект взрывного урона. Снаряд после столкновения с физическим объектом наносит урон по площади. Лазерное оружие. Это пушки, которые выпускают непрерывный луч, который наносит стабильный урон. Поначалу оружие слабое, но после прокачки играется хорошо. Ближний бой. Проще говоря дробовики. Особенность класса максимальный урон на минимальной дистанции. Снайперское вооружение. Винтовки с огромным уроном на дистанции, низкой перезарядкой и боезапасом. Особенность, чем дальше цель, тем выше урон. Высокоточное оружие. Это самонаводящийся тип орудий с достаточно высоким уроном, но средней дальностью. Особенность захват цели, который позволяет стрелять и наносить урон из-за углов. Артиллерия. Самый тяжелый класс. Особенно тем, что имеет максимальную дальность поражения, атакует по навесной траектории и наносит урон по площади. Огневой вал. Это тип оружия решили вынести в новую категорию, так как это по сути гранатометы. Единственный представитель умеет закидывать гранаты через препятствия. Имеет средний урон и перезарядку. Универсальное оружие со своей спецификой применения. Тяжелое. На данный момент в этом разделе миниганы с разными требованиями к энергии. Данный тип оружия идеально подходит для мехов с очень толстыми щитами или неуязвимыми щитами, так как скорость уничтожения противника стабильно медленная. И глядя на все это разнообразие, можно уже составить свой избранный стиль боя, но проверяйте их всех в бою, так как не каждая выдуманная вами сборка будет эффективной. Можно играть на дистанции, не подходя к противнику. Можно быть постоянно в близком контакте с врагом, чтобы не давать им пройти дальше. Все еще зависит от карты, не везде можно будет играть с дальнобойным оружием, так как не будет хорошо простреливаемых точек или не везде будут работать дживелины, ибо бьются о потолок и не долетают до цели. Все зависит от карты. Просто запомните для себя три основы построения эффективности меха. Первое. Оружие. Какая у него дальность и урон, чтобы понимать как быстро вы будете разбирать меха класса танк. Второе. Мех. Важно знать, какая у вас будет скорость перемещения и способность, чтобы при любых ситуациях понимать, где вы можете получить преимущество способностью. Третье. Карта. Открытая ли карта, насколько на карте много укрытий и есть ли длинные простреливаемые коридоры. Это три основных пункта, чтобы понимать как нагибать. Они и будут определять будете ли вы эффективным на любой карте и в любом режиме. А теперь о том, что не придает нового функционала в бою, но заметно улучшает характеристики. Первое, о чем стоит сказать, пилоты. В одного меха можно установить одного пилота. Пилоты дают увеличение базовых характеристик и урона от определенных типов оружия, на которых они сами специализируются. Пилотам можно поставить импланты, которые увеличивают урон от определенного оружия и улучшают способности определенных мехов. Импланты можно улучшать, чтобы получать больший бонус к эффективности оружия и навыков. От редкости чемпиона зависит количество имплантов, которое можно в них поставить. Эксклюзивные пилоты имеют пассивный бонус и двойную специализацию в оружии. Получить их на данный момент пока нельзя. Но время от времени проходят ивенты, где есть такие эксклюзивы. Пилоты стоят относительно дорого для новичка. Но это дешевле, чем оружие за более чем 5000 акоинов или 500 тысяч кредитов. Покупать их сразу нет нужды, так как у вас уже будет пилот нова. Лучше всего определитесь с мехами, которые вам нужны, типом оружия. Затем уже когда будете собирать свой первый билд, можно уже и приобрести пилота. Именно в мехарене нет такого, чтобы за 2-3 дня прокачать себе супер аккаунт, в котором будут мега прокачанные мехи и пушки. Так как много моментов завязано на методичной прокачке и валюте. Эта игра требует времени и прокачанного уровня. Плюс есть ежедневные ограничения по бустерам опыта. Отдельно качается дивизион, от него зависит насколько сложные игроки будут в подборе. Также отдельно качается уровень, так как чем выше уровень, тем больше уровень оружейных новинок вы открываете. Ну и сила мехов тоже индивидуально повышается. Работает как и с дивизионом. Чем выше сила мехов, тем более прокачанные противники. Есть такой секрет для игроков, которым я не могу не поделиться с вами. Во время плей-офф турниров можно со стопроцентным шансом победить. Делаем вот что. В этом турнире будет обязательное условие. Это получение и трата аккоинов. Это вот прям всегда. В это время появляется множество выгоднейших акций, которые позволяют получить много аккоинов очень дешево. Затем, если вы будете тратить аккоины, то вы будете получать еще больше очков для победы в турнире. Получается, если мы донатим на 1000 аккоинов, то получаем 2000 очков. А потом тратим их и еще сверху получаем 1000 очков и прокачиваем что-либо. Таким образом, со стопроцентной вероятностью побеждаем в турнире. А если вы хотите получить больше аккоинов или кредитов, на нашем канале вышел ролик, в котором я показывал все способы фарма кредитов и аккоинов. Чтобы вы смогли фармить валюту всеми возможными способами и смогли позволить себе купить что-то ценное в игре. Переходите по подсказке или заходите на канал и смотрите ролик. Но вот какого меха и набор пушек взять, чтобы нагибать и стать про? Самый простой вариант это зайти во вкладку с кланами и смотрите ангар каждого игрока, что они используют и в комбинации с какими мехами. Но новичку будет сложно собрать такие же сборки, как у топ игроков. У меня для вас есть две новые сборочки, которые могут легко прокачать новички и с ними можно играть. Первая сборка основывается на подарочном наборе и она самая имбовая, так как миссл рак сейчас находится в мете. Это оружие подойдет для аннигиляции врагов на ближних и дальних дистанциях. Вторая главная часть сборки это пилот нова. Она даст больше урона от оружия и вы банально будете эффективней. Далее основа, на которую всю эту прелесть мы прикрепим мех пума. Базовое количество энергии позволит вешать сразу две ракетницы. Способность ставит перед собой барьер, который может впитать много урона. Его можно использовать как временное укрытие, через которое можно вести огонь без последствий, пока щит не собьют. Для новичка это самая имбовая сборка. Пользуйтесь. Вторая сборка для любителей поиграть на дистанции. Для этого вам необходим мех арахнос. Его можно получить бесплатно каждому новичку, если закрыть стартовое дерби. Он имеет целых 12 энергии со старта и умеет ставить перед собой турель, которая отгоняет подходящих противников с заградительным огнем, но не имеет высокого урона. В качестве оружия подходит снайперский лонгарм. Тактика простейшая, подходит для максимально пассивного геймплея, но не менее эффективного результата. Дальность в 180 метров дает возможность доставать врага за пол карты и наносить самые болючие критические удары. А что по режимам игры? Точнее, в каких режимах нужно играть? Новичку подойдет обычный захват и 5 на 5. Вы изучите все карты игры, поймете как позиционироваться на карте и будете знать, где вы сможете лучше реализовать своего меха. После этого начинайте принимать участие в турнирах. А дальше найдете себе друзей и начнете играть в 2 на 2. Это самый непростой режим, где вы зависите от тактики и команды. Понемногу, сперва играйте неделю в одном, затем неделю во втором и сами не заметите, как привыкнете. Что же по высокоуровневой игре? У меня есть прокачанный аккаунт, на котором я играю. В сравнении с новичками, бои идут гораздо быстрее и умирать придется чаще, так как игроки любят ваншот сборки, которыми играть одно удовольствие. Чтобы побеждать, настоятельно рекомендую играть на ПК, так как вы будете быстрее реагировать на происходящее в игре. Как я и говорил, у игроков уже полно вооружения, которое ваншотит. Например, ЕМ Райфл, которая буквально убивает всех с одного выстрела. Все бои в целом стали сложнее, но быстрее. Теперь команда это ваш живой щит, и вы либо часть этого щита, либо стоите в стороне и защищаете союзников. Игра на высоких уровнях требует отличного знания карты. Чтобы вы понимали, где кто может находиться, где сидят снайперы, и подбирать позицию, чтобы можно было уйти от огня противника. Суть высокоуровневой игры это турниры, участвуйте в каждом из них, чтобы занять топ позицию и получить максимум наград. В игре есть одна геймплейная условность. Лично меня она немного раздражает, это лимит прокачки. В день, грубо говоря, вы можете получить ограниченное количество опыта. Когда я начинал прокачку, меня это сильно раздражало, так как я сыграл буквально 2 часа и все. Я достиг потолка и получаю буквально мизер от всего. После полуночи это обновляется и можно качаться дальше. Кстати, по поводу игры с другом. Для этого вам нужно всего-то навсего найти друг друга по личному айди в профиле или в лаунчере Plarium Play. Таким образом собираетесь в пати и начинаете доминировать по тактике. Играть с друзьями сильно проще, так как вы помогаете друг другу, защищаете и в целом шанс на победу сильно выше. Донат, как и во всех фри-то-плей играх есть. Постоянно происходят какие-то скейтки и акции. Донат дает более ускоренную прокачку и помогает быстрее прокачать аккаунт или достать очень желаемый предмет в игре. Лично я не сдерживался и донатил, так как есть пара вещей, которые просто упускать нельзя. Рекомендую покупать меха АРС, так как это отличный по своим параметрам мех танк. Его щит позволяет быть и мобильными, в то же время опасным. Прекрасное приобретение, которым я до сих пор пользуюсь на своем аккаунте. Также отличным приобретением будут пушки ЕМ Райфл. Это энергетическое снайперское вооружение. Причем одно из самых дальнобойных. С высоким уроном. Если хотите ваншотить противника, одеваем парочку на меха и доминируем. Вот эти две позиции в моем личном арсенале уже есть. И я не пожалел о их приобретении, так как я получил имбовые предметы в игре. К вопросу, как совершать внутриигровые покупки. Для этого вам нужно выбрать товар. Затем вы попадете в браузер с оплатой. Чтобы купить товар, нужно заполнить поля оплаты картой. Или выберите другой удобный способ. Покупка будет сразу же зачислена вам на аккаунт. В целом, все самое важное, что нужно знать новичку, мы вам показали. Теперь вы знаете, что делать в игре. Все базовые механики понятны и предельно ясны. Главное, что не стоит делать это быстро, прокачивать уровень силы. Чтобы плавно всех подтягивать по уровню силы и не потерпать от более прокачанных игроков. Собирайте валюту, массово улучшайтесь и пробуйте все снаряжение, которое доступно. А также, если вам интересные гайды по разным пушкам и мехам, пишите об этом в комментариях. Я сделаю для вас гайды без проблем, так как у меня есть почти все. Пишите, не стесняйтесь, ваш спрос порождает новые ролики. Не забывайте регистрироваться по ссылке в описании, чтобы получить эксклюзивные подарочки. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал и поставьте лайк. А также я подобрал для вас пару интересных роликов, которые я советую к просмотру. И всем пока.